я рада приветствовать всех на своем канале и с вами анжелика слава украине и сегодняшнее видео я хочу посвятить стартом это мои самые любимые рубрики видео это когда конечно девочки показывать свои запасы покупки текущие процессы оформленные работы и старты это очень вот для меня самые такие знаете обожаемые обожаю смотрю наслаждаюсь поэтому девочки хочу и вас порадовать таким видео чтобы вы немножко расслабились посмотрели я думаю вам тоже будет интересно что же у меня в наборах в текущих при текущих процессов что же у меня прибавится приступим сегодня покажу вам все все свои старты которые у меня должны были быть на протяжении всей весны изначально я планировала что я буду каждый месяц начинать новый наборчик но так случилось что не было настроение вы все меня прекрасно понимаете с чем это было связано и в марте месяце и в апреле стартов у меня не было зато пришел май я немного пришла в себя и мне захотелось начинать новые наборчики и я достала свой пакет в котором изначально у меня все было собрано и начала свои наборы из них это будут три набора и давайте приступим перед вами вы наверное кто уже знаком с этой фирмой нова слобода вы уже понимаете что перед вами лежит наборчик именно этой фирмы я вам сразу покажу превьюшку что же у меня был за набор вот набор называется по чирика им вот такой артикул посмотрите пожалуйста кому будет интересно по техническим характеристикам размер готовой работы будет 28 на 55 сантиметров и ниточки здесь аврора 120 33 цвета и канва будет с фоновым рисунком вот такая прелесть должна у меня будет получиться девчонки и мальчишки они мне очень понравились этот набор я приобрела в прошлом году на выставке от новой слободы я конечно когда туда попадаю я не могу удержаться от покупок наборы прекрасные кто пробовал ну вы прекрасно понимаете о чем я говорю ниточки тоненькие на первый взгляд казалось бы как ему вышивать но вышиваются замечательно крестики получаются ровненькие все укладывается сейчас я вам все покажу то что у меня уже получилось сейчас покажу вам сначала ниточки вот такие цвета две палеточки вот посмотрите сиреневые ниточки зелененькие оливковые очень красивые хорошая нарезка в этой фирме мне нравится все абсолютно длинная нарезка я такую люблю обожаю сразу покажу вам даже схему схема здесь девочки огромная сейчас я работаю с одним листом ну вот видите она четкая прекрасно на ней все видно все читается я вообще ничего не зачеркиваю схема состоит из трех листов я сейчас работаю с серединой потому что начала вышивать середины вот посмотрите чудесная символы ключ на каждом листе то есть все очень удобно ну для меня во всяком случае все очень удобно и покажу вам свои первые крестики вот посмотрите какая получается у меня плохо она очень смешная такая интересная вот ее вышивает думаю какой же породы здесь эта птица вот так вот посмотреть и первое впечатление явно не вот этот вот воробушек вот я с него именно и начала вышивать вот этот воробушек а у меня вот что получается конечно я когда все закончу его он будет именно таким сомнений нет цвета ложатся очень удобно то есть когда берешь ниточку то ты ее вышиваешь с самого начала и до конца все укладывается в такими вот я вам показываю полосочками и нет такого нет мешанины нет одиночек никаких все очень логично очень удобно ну в общем я девочки готова петь дифирамбы очень мне нравится эта фирма и вот такая красота у меня получится все самое интересное конечно же впереди вот когда тащется эта птичка хотя она тоже очень интересно вышивается вот ну сейчас мне конечно на нее очень смешно смотреть такая вот она чудная получается здесь результат наверное трех дней 3-4 ну как дней вечеров вот то что у меня получилось и я себя конечно заставила оторвать от этого набора потому что у меня еще впереди ждали меня еще уже старты вот поэтому я думаю пока хватит то есть первые стежки я сделала вернее крестики и есть что вам показать поэтому вот такая вот красота прелесть у меня получится еще от шивов я на ю тубе не видела этого набора может кто-то и вышивает но я еще не встречала вот такая вот канва с фоновым рисунком видите вот она такая сиреневая к верху а вниз более такая в оливковый переходит свет но я сейчас пока распечатывать не буду поверьте мне на слово вот в общем вот такая чудесная птаха у меня получается я в полном восторге девчонки всем рекомендую сюжет такой еще не заезженный такой я бы сказала наверное новинка прошлого года я конечно очень любуюсь и с нетерпением жду что же у меня будет набор конечно не хочется выпускать из рук очень нравится шикарная будет птичка давайте поедем дальше м Продолжение следует... Продолжение следует... И вот, посмотрите, вот такие вот чудесные розовые тюльпаны. Я не знаю, как это... А, набор называется Spring Flowers. Весенние цветы. И этот сюжет, я знаю, есть и у Мережка. Но у меня от Luka S этот наборчик шикарный. Девочки, такие цвета сумасшедшие. Ну, здесь просто одно наслаждение. Любоваться этим набором. А вышивать это вообще отдельное удовольствие. И по техническим характеристикам этот набор в себя вмещает 45 цветов. Размер готовой работы будет 39 на 25 сантиметров. Аида 18-го каунта. И что я еще не сказала. Ну, здесь есть, естественно, вот крестики, полукрестики. И уровень сложности 3 сердечка. Вот. Набор прекрасный. Еще раз повторюсь. Тоже я его не видела в отшиве на ютубе. Я только видела у одного блогера старт. Был этого набора. Вот она только стартанула. И все. И продвижений дальше я не видела. А так, чтобы девочки кто-то еще вышивал. Хотя вот, когда смотрю и показывают каждые свои запасы. То у девчонок, конечно, этот набор довольно-таки часто встречается. Потому что, ну, он невероятный. Просто прекрасный. К нему, кстати, есть еще парный сюжет с желтыми тюльпанами. Ну, я только один себе приобрела. И хоть бы, дайл Бог, вышить этот. На второй я даже и... Даже о втором и не думаю. Вот. Хочу показать вот такие вот ниточки на палеточках. Здесь у меня уже, конечно, я начала с ним работать. Поэтому все нитки, которые у меня остаются, я вот подвешиваю на вот такие вот. Здесь специально дырочки, я так понимаю, для этого сделаны. Вот. Смотрите, сколько цветов у меня уже задействовано. Уже достаточно много. Вот, смотрите, какие цвета. На этой палетке я еще ничего не брала. Здесь уже вот два цвета у меня в работе есть. И здесь тоже. Смотрите, сколько много. С такими палеточками мне работать удобно. Я себе сразу отрезаю, сколько мне нужно. Я люблю, чтобы ниточки были длинные. Отрезаю. Беру, сколько мне надо. Остаточки навешиваю на вот эти вот дырочки. Все прекрасно. Все удобно. Вообще вопросов нет. И если я перед этим пела дифирамбы, что мне очень нравится нова слобода, то я, конечно, в восторге и от Лукаэс. Или Лукас, как правильно, я не знаю. Кстати, вот такие вот еще здесь были вложены иголочки и нить-вдеватель. Нить-вдевателем я не пользуюсь никогда. Слава Богу, я еще так нормально попадаю. И при помощи, вернее, без помощи этого нить-вдевателя прекрасно попадаю в иголочку. Вот. Вот такой вот ключ, девчонки и мальчишки. С ключом у меня, конечно, здесь есть вопросы. Не до конца я разобралась. Я, конечно, уже немножко понимаю, в чем суть вопроса. Но не до конца. Надо будет, то ли я еще не все прочитала, потому что, знаете, когда вот оно горит, хватаю все. У меня нет никакой неорганизации. Все вот как есть. Планшетки. Достала конву, вставила в пяльцах, нашла середину и все. И мне больше ничего не надо. И в путь пошла вышивать. А какой вопрос у меня возник? Вот, например, символ 39. Вот вам видно. И здесь звездочка вот красная и черная. То есть, под одним цветом два символа идет. Потом вот идут вот такие две звездочки. Ну, я так понимаю, вот эта колоночка, это идет у нас полукрест. Вот. Это будет полукрест. То, что вот обозначено вот такими вот маленькими символами. Но то, что вот это, я, конечно, еще не поняла. То ли это четверть крестики тут присутствуют. Здесь вот такие вот есть звездочки. Потом девятка, черная и синяя. Потом вот эти вот символы. Как-то вот я еще не совсем поняла. Девчонки, напишите, кто уже вышивал такие наборы от Лукаэс. И что обозначают вот эти два знака? Абсолютно разные, под одним номером, под одним цветом. То есть, если почитать вот в колонке, что здесь написано. Я тоже ничего не понимаю. Символ, колорес. Ну, вообще ничего. До меня вот как-то не доходит. Если здесь идут все одинаковые, то здесь вопросов нет. Я беру, вышиваю по этим символам. А вот когда вот идут разные значки под одним цветом, вернее, под одним обозначением, я как-то еще этого не поняла. Ну, ничего, или походу сама разберусь. А может быть, вы мне подскажете, я буду очень благодарна. И что же у меня навышивалось? Вот, посмотрите, такой результат. Первые мои крестики. Вышиваю я, как я уже сказала, с центра. Вот я пошла с центра вышивать. Как обычно, не взяла ножнички. Так, сбегала я со своими ножничками, потому что всегда их забываю. Потом показываю вам пальчиком. Вот, я начала вышивать с центра. Вот с этого крокуса. Давайте я вам, наверное, все-таки покажу на картинке, чтобы вам было виднее. Вот этот крокус попал в центр. И здесь состоит из, схема состоит из шести, по-моему, если я не ошибаюсь, шести листов схемы. То есть, сейчас не найду. Ну, ладно, я вам так объясню. Вот разделено на две верхние и нижние. И еще на три секции разделено. То есть, я взяла центральный лист, верхний и центральный, нижний. То есть, я с центра и пошла гулять вниз и вверх. То есть, у меня вышивается вот это, я не знаю, какой-то это цветочек такой. Ну, не знаю, как он называется. Голубые вот эти маленькие мелкие цветочки и крокусы. Ну, вот то, что у меня получается. Поближе посмотрите на мои крестики, не совсем ровные. Но я стараюсь, как получается. Конва 18 каунта, но мне очень удобно, нравится. Как бы вопросов нет. Вышивается тоже все логично. Такой, как бы, мешанины тоже нет. Я взяла цвет и пошла гулять. То есть, делаю, конечно, кое-где протяжки, там где нужно. Вот этим цветом, вот допустим, зашиваю, зашиваю. Здесь у меня уже четвертый цвет в работе. Вот. Пошивается все легко. Пока, пока. Это первые крестики. Нравится, нравится все. Схема очень нравится. Кстати, покажу же вам схему. Так, вот превью, что представляет из себя схема. И как я это делаю? Вышиваю, естественно, все разукрашиваю. Все у меня разукрашено, где я уже поработала. Вот. Это верхняя часть. И внизу сразу у меня идет нижняя. Вот я и хожу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это то, что я вышиваю. Видите, вот сразу видно, где вышито. Вот. Схема прекрасная. Цветосимвольная. Да, она называется черно-белая. С вот такими вот, как у Dimensions. Прорисован бэкстич. Ну, я как бы все вижу прекрасно. И есть где разогнаться, поразукрашивать. Довольно-таки крупная схема. В общем, нравится мне все. От и до. От начала и до конца. Приятный процесс. Очень приятный. Жизнерадостный. Цвета великолепные. Вот как раз какое сейчас сочетание. Желтый с голубым. Очень красиво. Очень. Тоже от этого процесса я себя отрывала. Девчонки. Я так уже, знаете, чтобы и не перенасытить себя. Думаю, старт сделаю. И пойду дальше. Делать старты. Либо продвигать свои старые процессы. У меня же их выше крыши, вы знаете. Но процесс великолепный. И, конечно, я к нему еще буду возвращаться. Потихоньку буду вышивать. И получать огромное наслаждение. Весенние цветы. Конечно, то, что вообще в этом сюжете мне сейчас очень нравятся тюльпаны. И, естественно, я их, конечно, оставила туда. На сладенькое. Ближе к концу. Сейчас буду вышивать вот эту часть. И буду переходить сюда вправо. Лабелия, наверное, я так понимаю. Или какой-то свисающий такой цветок. Вот это все буду вышивать. Ромашки. Ну, в общем, с этой частью я буду работать. Ну, а потом, конечно, оставлю себе тюльпаны. Потому что я на них сейчас смотрю, любуюсь на превью. Мне кажется, они будут вообще вышиваться песня. Конечно, вот эти вазоны. Ну, великолепные вазоны. Кжель. Очень красивое. Сочетание белого, голубого, синего. Ну, короче, одним словом. Ну, я в полном восторге. Конечно, это вдохновляет, когда начинаешь новые наборы. Тем более, я... Меня, ну, не корми медом. А то, когда начать новый набор. И тогда дело пойдет. Конечно, мне очень хочется. Я люблю стартовать. Очень люблю стартовать. Новенькое. Ну, конечно, потом и с огромным удовольствием берусь и за старенькое. Потому что скучаю. И оно так вышивается. Надолго ж меня не хватает. Я, если вы помните, с одним процессом долго не сижу никогда. Это, ну, три дня в основном у меня потолок. То, что я могу уделить процессу. И три это достаточно. А потом я переключаюсь. Вот. Ну, по этому процессу, наверное, все рассказала. Субтитры сделал DimaTorzok И третий набор, который я решила начать, это вот такой вот маленький наборчик от Dimensions. Вы посмотрите, как он называется. Даже не буду ломать язык. Вот такой вот натюрморт. Я, конечно, когда его заказывала, даже не обратила внимания на размеры этого наборчика. Вот 17,7 см на 12,7 см. Очень такой он маленький. Ну, я бы даже сказала, мелхилл. Мне просто сюжет очень понравился. Вы знаете, даже и когда покупала, цена же. Цена, соответственно, он же недорогой. Даже не задумалась, почему же такая цена. А потом, конечно, когда пришел он ко мне, я достаю. Он такой малюпусенький. Такой, ну, такой маленький. Для меня, конечно, это было такое удивление. Из этой серии мне еще очень нравится с оливками натюрморт. Но тот, наверное, побольше. Даже не наверное, а из простой серии Dimensions. Очень он тоже мне нравится. Ну, и этот. Я его видела в отшиве у других девочек. Не один раз. Он такой интересный. Ну, здоровский наборчик. И я его тоже решила начать. Покажу вам сразу ниточки и схемку. Вот такие вот ниточки. Ну, нарезка, аж вы видите, это Dimensions. Соответственно, нарезочка. То, что надо. И вот такие цвета. Ниточек немного. Вот такие вот цвета. Маленькая палеточка. Вот такая очень удобная схема. На одном листе бумага такая милованная, наверное, я бы сказала. Прекрасная схема. Вот такая быстренько покажу. Ну, я думаю, она тоже есть в интернете. Ну, Dimensions. Вы все прекрасно понимаете, как это все. Ну, многие, я думаю, девчонки вышивали. Все любят Dimensions. Ну, не все, но большинство. Цветосимвольная, очень удобная схема. И на обратной стороне ключ. Тоже все очень удобно. Прекрасно. Одно наслаждение. Так что, девочки, вот спросите меня, какой набор у меня любимый. Вернее, не набор, а какая фирма. И я вам назову Десяток, наверное. И вот мои первые крестики. Это результат двух вечеров. Я с ним посидела два вечера. Вот, вышиваю, как обычно. Все у меня идет с центра. И, видите, вот центральный кувшинчик. И я от него пошла плясать. Вышивается, естественно, все очень легко и просто. Интересно. Каунт здесь 14. Аиду я не меняла. Ну, я не вижу смысла. Меня абсолютно не напрягает то, что это не равномерка. Девчонки вот любят равномерную ткань. А мне нравится и такая. Все в оригинале. Я все оставила. Зачем? Вот такой, я бы сказала, мелхилл. Ну, а чем не мелхилл? Такой маленький размер. Вышивается все крайне легко и просто. Одно удовольствие, девочки. Одно сплошное удовольствие. Так что, я, конечно, получила очень огромное такое удовольствие. От своих наборов, которые я начала. Новослобода, Лукаэс и Дименшинс. Я их хотела, планировала в начале года. И все-таки я, ну, конечно, все, что я напланировала начать, я обязательно поначинаю. Конечно же. Закончу или не закончу, это вопрос второй, естественно. Ну, а то, что вышивать я их буду обязательно. Вот, девчонки, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Показала все свои начатыши, которые были у меня в мае месяце. У девчонок апрельские старты, а у меня майские. Вот. Ну, они случились. И я этому рада. И еще, конечно, покажу вам видео, которое будет в себе содержать все мои текущие процессы, которые были в апреле месяце. Ой, в каком апреле? В мае. Уже май. У нас заканчивается весна. Которые были в мае, естественно. Вот, девчонки, спасибо большое, кто досмотрел это видео до конца. Я вам очень благодарна за те комментарии, которые вы мне пишете. И хочу вам пожелать всего самого хорошего. Мирного неба, конечно, над головой. Чтобы пели птицы, цвели цветы. И чтобы вас все радовало в этой жизни. Крепкого здоровья. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok